Фингерфуд с американского буквально переводится как «еда с пальчик». Такие закуски популярны на вечеринках и приемах. Предполагается, что в одной руке у вас фужер с шампанским, в другой – это маленькое блюдо. Фингерфуд съедается за два укуса. А я справился за один. Помимо американской закуски, сегодня в меню – горячее блюдо с кальмаром, фаршированные котлеты в виде полумесяца и десерт, груши вине с заварным кремом. Все это 9 участников должны приготовить за 5 часов. Причем медлить нельзя. И еще одним из важнейших качеств является время. Очень важно подать вовремя каждое блюдо. Если мастер не подает вовремя блюдо, блюдо может сняться с конкурса. То есть это у нас с вами пюре, овощи, гриль, кальмары и делается еще чип специальный из сыра. То есть подается в горячем виде. И отдельно подается обязательно соус еще. Елена Никитина 15 лет преподает в самарском кулинарном техникуме. В конкурсе решила участвовать не только, чтобы повысить квалификацию. Навыки, чтобы не забывались. Ну и как бы самой просто интересно. И попробовать вообще со стороны, как чувствуют себя дети на площадке. Потому что они как бы стоят в таких же рамках, когда есть у нас с вами экспертная комиссия, которая смотрит и проверяет полностью все. Эксперты на кухне следят за соблюдением правил готовки. Замеряют температуру и вес. Если что не так, минус балл. В специальной комнате кулинарные шедевры дегустируют шеф-повара ресторанов и кафе города. Оценивают вкус, цвет, запах и внешний вид. Соус может быть очень жидким, а может быть очень густым. У каждого блюда есть свой баланс. Когда именно в этом балансе раскрывается полнота блюда. И вкус, и его запах, желание его есть. Несмотря на то, что они делались примерно из одних продуктов. Вкус два одинаковых, ни у кого не получилось. После кулинарной битвы выберут лучшего мастера губернии. Его ждет второй этап конкурса, который стартует 20 февраля. Там будут состязаться представители девяти других профессий. Такие как кондитерское и слесарное дело. Даниил Лучко, Григорий Пешаков. События.